Каждая девушка достойна красивой свадьбы. Всем привет, с вами Ирина Корнева, спасибо, что заглянули на мой канал. В прошлом выпуске вы так много написали мне комплиментов в пользу этого платья, что я решила снова выйти к вам в этом платье, чтобы порадовать ваш глаз и получить снова от вас комплименты, возможно. Ну, меня поняли, да? Сегодня тема выпуска 12 пунктов. Как вы думаете, чего? Как испортить свадебный торт? Кстати говоря, вы знаете, кто такой Андрей Александров? Благодаря Андрею этот выпуск состоялся. Андрей Александров – ведущий особенных событий, актер кино, мастер церемоний и провокатор улыбок. Более 10 лет на сцене, более 500 проведенных мероприятий. Андрей работал как на камерных свадьбах на 10 человек, так и перед многотысячной толпой в день города в центре Москвы. Андрей входит в топ-15 ведущих актеров по мнению свадебного журнала «Невеста Москву». Работал на одной площадке с многими звездами шоу-бизнеса. Периодически снимается в сериалах и других телевизионных проектов для федеральных каналов. Если вы хотите современную свадьбу и не как у всех, Андрей Александров знает, как это сделать. В описании под видео есть ссылка на страницу Андрея. И первый пункт – заказ торта без дегустации начинок. Да, вы сейчас скажете, ну вот у нас не предоставляются начинки. Вот я знаю там компанию, и они не дают этот дегустационный набор. Что делать? Искать компанию, которая дает этот дегустационный набор. Девчонки, мальчишки, реально попробовать нужно, понимаете? Не надо покупать кота в мешке, нужно реально понять, что вообще будет у вас, какая у вас будет начинка. Что будут кушать ваши гости прежде всего, что будете кушать вы. Потому что начинок, честно говоря, их прям великое множество. Они есть и ягодные, есть шоколадные, есть классические начинки типа там Наполеона того же. И, ну, обязательно нужно понимать, что у вас будет в тортике. И самое главное, какой вкус этого, этой начинки. Потому что одну и ту же начинку можно сделать абсолютно по-разному. Например, вы знаете, что вам нравится красный бархат. Вы пробовали где-то в какой-то кофейне красный бархат и каждый раз заказываете эту начинку. Но в той кондитерской, в которой вы планируете заказывать торт, красный бархат может быть сделан совершенно иначе. И он может вам не понравиться. Поэтому, и, соответственно, может не понравиться вашим гостям. Поэтому, конечно же, нужно попробовать. Это важно. Второй пункт. Выбор торта по цене. Ох, сколько раз мы, честно говоря, сталкивались вот с этой ситуацией, когда ребята нашли где-то в интернете, увидели тортик, который стоит 3 копейки. И говорят нам, вот мы нашли торт, он там стоит 3 копейки. И какая разница, торт, он и есть торт. Он красивый и красивый. Или фразу, знаете, из разряда. Ну, вот я где-то слышала, а-ля, торт может быть либо красивый, либо вкусный. Пусть у нас будет красивый. Нет, ребят, нет. Торт должен быть и красивый, и вкусный. Это важно, реально. И если вы понимаете, что здесь торт только красивый, значит, нужно найти место, где торт и красивый, и вкусный. Просто вот простая формула. И еще момент по поводу того, что торт стоит, допустим, дешевле, нежели у других компаний-конкурентов. Вы должны четко вот задавать себе вопрос, почему, почему он дешевле? Ну, ведь должен же быть какой-то ответ, почему этот торт дешевле. И чаще всего ответ следующий. Экономят на продуктах, покупают самые дешевые, там, не пойми какого качества, непонятно какие красители и так далее, и так далее. Это бесконечно можно продолжать. Ну, и как итог, торт, который просто невозможно есть, понимаете? Вот столько раз мы, действительно, я специально пробую периодические начинки. Да, я стараюсь делать это реже. Пробую тортики на свадьбах, потому что нужно худеть, я это знаю. Но вот мне нужно понимать, что представляет какая кондитерская. И, естественно, я хотя бы кусочек, но попробую для того, чтобы сформировать какое-то мнение, да, об этом тортике. И я могу сказать, что формула, когда дешево и вкусно, не работает. Ну, не работает, не бывает так. И, к сожалению, тортики, которые внешне там заказали где-то с интернета, которые там однотипные, и привезли, его просто невозможно в рот взять, понимаете? И этот весь торт, он остается, никто его не ест, просто официанты в конце вечера собирают, и я вижу, что они прям выкидывают эти куски торта, потому что, ну, люди попробовали, поняли, что редкостная гадость, что они это есть не могут, просто элементарно. Все. Вот и все. Поэтому не надо выбирать торт по цене. Третий пункт, ну, об этом я тоже говорила уже много-много раз, и скажу еще раз. Отсутствие рефрижераторных машин. Я думаю, что вы понимаете, да, о чем речь. Это вот та история, когда ребята заказывают тортик, и его везут на коленках, вот так вот, на коленках, а площадка находится где-нибудь там на спуске на каком-то, и торт приезжает такой, знаете, уже изрядно подуставший. Вот так вот. И такой, изрядно покосившийся, такой, что здесь делаю вообще? Вот такое ощущение складывается. Поэтому я много раз говорила и ребятам, ребят, вы обязательно спрашивайте в кондитерской, как доставляется торт, каким образом он привозится, на чем он привозится. Если они говорят, что у нас есть специальная оборудованная машина, машина-холодильник, и тортик везется в машине-холодильнике, но это плюс, это, конечно, галочка в пользу этой кондитерской. Если они говорят, да, все нормально, мы доставим, все хорошо будет, все классно, мы поставим вниз, включим кондиционер, вот это мы тоже слышали много раз, честно говоря. Мы поставим вниз, включаем кондиционер, и торт вообще хорошо едет, все отлично, на улице плюс 32, но торт прекрасно приезжает, он в хорошем состоянии. Нет, сразу так, что-то не то, поэтому рефрижераторная машина нужна, и торт должен доставляться именно в специально оборудованной машине. Четвертый пункт, ну, продолжение практически третьего, это отсутствие холодильника на площадке или отсутствие места в холодильнике на площадке. Опять же, я тоже об этом говорила, отсутствие холодильника на площадке. Есть площадки, действительно, которые говорят, у нас места нет, что делать в такой ситуации? Ну, понятно, что самое, наверное, оптимальное, это доставить торт непосредственно к выносу торта. Да, есть нюансы, да, там, не дай бог, там что-то где-то повредилось, это, ну, это уже на свой страх и риск, как говорится. Второй вариант, ну, понятно, что поменять площадку, но это уже, знаете, такой выход, в общем-то, вам решать. Есть еще такой пунктик, когда менеджеры говорят, у нас нет места в холодильнике. Вот этот пунктик такой, знаете, важный, все-таки об этом нужно заранее договариваться, чтобы место освободили в холодильнике, и еще моментик, чтобы все-таки в этом холодильнике в параллель не лежала там сверху колбаса, сосиски, рыба и так далее, что вам выносят тортик, и вы разрезаете торт, и ваши гости кушают, и думают, я не поняла, что за вкус такой странный, то ли красная рыба, то ли торт с рыбой, или, может быть, торт с сосисками, подозрительный вкус какой-то. Начинки не на своих местах. Я думаю, что если сейчас меня смотрят кондитеры, которые профессионально занимаются тортиками, поймут, о чем идет речь. Речь идет о следующем. Бывает такое, что молодожены выбирают начинки очень мягкие, да, например, а торт при всем при этом высокий, большой, и из-за, может быть, некомпетентности кондитера начинки расставляются не в тех местах, в итоге какая-нибудь, какой-нибудь панчо там начинка, да, или какая-нибудь легкая воздушная начинка попадает вниз, и торт из-за этого проваливается. Что делать в таком случае? Ну, понятное дело, что здесь уже от вас мало что зависит, здесь должна быть хорошая кондитерская, хороший кондитер, который понимает, как расставлять начинки по своим местам. Вот, например, в нашем случае, когда у нас происходит дегустация, когда ребята выбирают начинки, я всегда прошу выбрать их плюс одну начинку лишнюю для того, чтобы передать эти начинки кондитеру, и кондитер уже нам смог сформировать, какая начинка пойдет в какой ярус, для того, чтобы, ну, не попасть в просаг, чтобы не получилось так, что ребята выбрали все легкие начинки, и мы не можем вниз поставить ни одну из тех начинок, которые ребята выбрали. Поэтому я прошу выбрать еще одну плюсом, желательно какую-нибудь тяжеленькую, сладкую, чтобы была начинка на прозапас, так скажем, а кондитеры уже, соответственно, нам говорят, ну вот, вот это сюда, это сюда, это сюда. Шестой пункт нашего хит-парада – недостаточный вес торта. И самая популярная отговорка молодоженов – да у нас нет сладкоежек-то на свадьбе, нам особо не нужно большой торт, можно маленький, у нас торт никто не ест. Это вот самая популярная, просто вот топ-один из всех топов возможных отговорок молодоженов. Ребят, смотрите, очень просто, да, у нас нет сладкоежек на свадьбе, у нас нет детей на свадьбе, у нас торт никто не ест, но в конце вечера реально все хотят торт. Как такое происходит, одному богу известно. При любом раскладе, есть у вас сладкоежки или нет, торт нужно заказывать при расчете 200 грамм на человека. 200 грамм – стандартный кусок торта. Потому что всегда тортик, несмотря даже на вот эти вот байки из клепа, на тему того, что «да до тортика дело не дойдет, там столько еды будет, что торт никто есть не будет». Неправда, торт едят на свадьбе, особенно если торт вкусный, его съедают. Вплоть до того, что даже иногда бывает такое, что ребята вроде как и хотели с собой там взять, еще пару кусочков, а ничего не остается, потому что гостям просто элементарно хочется уже попить чая, и, естественно, к чаю им хочется какой-то десерт. Вот и все. Поэтому торт нужно заказывать, соответственно, количеству своих гостей. 60 человек – 12 килограмм. Там, 50 человек – 10 килограмм. Ну, конечно, забыла, как обычно, да, забыла добавить, что вы можете сказать, а я прошу официанта, чтобы он порезал 100 грамм на человека, 100-граммовый кусочек. Ну, ребят, ну не получится, понимаете? Официант, он особо там не высчитывает, честно говоря. Он видит, что так, торт вот такой, порезать надо там на 50 человек. Так, что делать? Вот, если я порежу такие куски, не хватит. Он берет, отрезает, и вот так, знаете, вот так вот вытирает практически этот кусок об тарелку и несет гостям. И ощущение, знаете, какое-то вот, ну, не знаю, ну, мы же не свиньи, мы же люди, поэтому хочется, конечно, чтобы торт выглядел как кусок торта, а не как, как будто бы остатки торта вытерли об тарелку и вынесли гостям. Угощайтесь, пожалуйста, дорогие гости. Седьмой пункт. Нет ножа или лопатки на площадке, и вы, конечно же, забыли приобрести нож и лопатку для того, чтобы разрезать торт на площадке. Вот это вот вообще интересная история, когда, знаете, на площадке говорят, допустим, все в порядке, у нас есть и нож, и лопатка, у нас все есть, все красиво, такое красиво, замечательно. В итоге выносится там какой-нибудь нож там в фольге, лопатка тоже фольгой обмотана, фольга уже такая, ну, фольга, красиво же, красиво, сверкает, сверкает. Поэтому все-таки, ну, не поскупите, сходите, купите нож и лопатку, заберете с собой этот нож и лопатку, пусть у вас дома останется как память о вашей свадьбе, чем резать тортик вот этим вот. Причем там, знаете, такой нож, некрасивый ножик, да, такой вот маленький, а там такой тесак, такой тесак для резки мяса, который обмотали фольгой чаще всего. И вот жених с невестой этим тесаком пытаются отрезать миниатюрный кусочек торта, чтобы это было очень красиво и эстетично, а выглядит это так себе. Восьмой пункт. Некому вынести торт на площадке или некому порезать этот торт. Вы знаете, я раньше, когда слышала вот эти истории, мне писали многие из разных городов России, не только о том, что у них есть такая проблема, да, что официанты не выносят торт, официанты не режут торт. Я думала, что, честно говоря, это, ну, как-то не совсем относится к большим городам, типа Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, там и так далее. Но недавно я сама столкнулась с такой историей, когда мы там общались по поводу, там, с менеджера по поводу всех пунктиков, да, нужных нам, и тут выясняется, что официанты не выносят торт, это прям такой сюрприз был, слава богу, сюрприз был до того момента, как произошла свадьба. И вот нам сказали, что да, официанты торт не выносят, официанты торт не режут, и обычно там это делает кто-то из гостей. Ну, для меня, конечно, это удивительная история, потому что, ну, как это так, красивые парни там в костюмах, в смокингах будут выносить торт? В смысле? Хочется спросить, да? Или когда девчонки, опять же, в вечерних платьях, там, красивые, с прическами пойдут там выносить торт? Опять же, там, в смысле, да? И вот к чему я вообще начала рассказывать про этот пунктик? К тому, чтобы вы обязательно вот этот момент выясняли заранее, чтобы не было сюрприза в день мероприятия, что вы стоите такие в ожидании, что вам вынесут торт, а к вам подходят официанты, шепчут на ухо, что, ребята, идите сами-сами-сами несём, невеста, берём торт в руки, жених помогает, несём. Вот, чтобы этого сюрприза не было, заранее уточняйте, выносят ли официанты тортик, разрезают ли официанты тортик, раздают ли официанты тортик. И тогда, я думаю, всё встанет на свои места, если вы понимаете, что, о-оу, да, не выносят, не разрезают, не раздают, ну, тут два варианта, либо смириться и назначать кого-то ответственного, координатора, если он у вас есть, распорядителя, там, или кого-то там из близких, либо менять площадку. Девятый пункт – несъедобные элементы декора торта. О чём я говорю? Ну, честно говоря, у нас как-то давно не было таких тортиков, вот тех тортиков, которые там делают наши кондитеры, вот с такими элементами, про которые я говорю, но как-то недавно я попала на мероприятие, где был такой торт, и я, конечно, была в шоке немножечко, потому что я думала, что я зубы оставлю в этом торте, честно говоря, когда мне принесли кусок торта, а он был обсыпан, знаете, такими бусинками. Бусинки там покрыты, нет, внешне вроде бы и ничего бусинки, но ты-то думаешь, что это какая-нибудь конфетка там и так далее, и ты берёшь этот торт, начинаешь его кусать, и ты понимаешь, что, ну, сейчас хана придёт реально всем моим зубам, которые есть, и тут два варианта, либо брать какой-то кулёчек и выплёвывать, пока никто не видит эти бусинки, либо пытаться всё-таки добить эти бусинки и разгрызть их. И у нас даже, знаете, возник там, возник спор с одним там человеком на тему того, съедобные это всё-таки были бусинки или нет, потому что мне показалось, что это всё-таки пластмассовые какие-то бусинки, потому что я их разгрызть не смогла. Но человек, который сидел со мной рядом, он говорит, нет-нет, это съедобные, я вижу, что он уже весь красный, грызёт эти бусины, но продолжает грызть, потому что вроде как ему неудобно их выплюнуть, ну, как-то смотрят же все. Вот этот моментик с несъедобными элементами на тортике, ну, слушайте, ну, выбирайте всё-таки тортики такие, чтобы вашим гостям не мучиться над этой дилеммой, как вот пришлось помучиться мне и моему коллеге, который сидел со мной рядом. Десятый пункт – подставка для торта. Ну, здесь я спрятала два нюансика, с которыми вы можете столкнуться. Первый нюансик – это хлюпкая такая подставка. Это вот вопросы, когда хочется заказать дешёвый торт, который увидели в интернете, увидели, что он так красиво сфотографирован с разных ракурсов, а в итоге вам привозят, опять же, сюрприз, да, привозят вот такую пластмассовую такая подставка, хлюпенькая, которая там самая-самая дешёвая, и иногда смотришь там ролики какие-то, опять же, в интернете, молодожёны, там, вот эта подставка пять ярусов, оно, в принципе, выглядит уже опасно. Вот ты просто смотришь – уже, кажется, опасно. И тут подходят молодожёны, и ты понимаешь, что торт-то ещё при всём при этом из мастики, и он там замороженный мастика, и они этим тесаком пытаются разрезать эту мастику, подставка вся вот так трясётся, и ты сидя перед экраном монитора, уже у тебя сердце замирает, думаешь, слушайте, сейчас полетит и торт, и подставка, и всё окажется на полу в итоге. Поэтому, конечно, нужно уточнять всё-таки, какая подставка, если такая хлюпенькая, то лучше вообще отказаться от этой идеи. И второй нянтик, который я спрятала, это, в принципе, отсутствие подставки. Вы знаете, как, опять же, заказывают молодожёны, ну, на хлебозаводе каком-то, заказали тортик, им привезли в коробке этот торт, открываешь, а там, ну, коробка, всё, коробка, и официанты такие стоят и думают, так, Инна, чего мне вынести, так, 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 куда переложить, куда, куда, у нас ничего нет, куда. И вот они вот на этой коробке несут этот торт, он, опять же, весь такой худуном ходит, выглядит так себе эта история, поэтому об этом тоже, конечно, нужно позаботиться, нужно спросить, на чём конкретно привозится тортик. Есть какая-то подставочка, подложечка? Если нет, ну, тогда, опять же, это ваша забота или забота организатора, там, координатора, ну, не координатора, а организатора, распределителя, который работает с вами. То есть продумать, на чём будет выноситься тортик, заказать заранее какую-то подставочку, ну, и, соответственно, чтобы в день мероприятия уже можно было с картонки переложить на эту подставочку. Одиннадцатый пункт – торт вне концепции свадьбы. Однажды я увидела такую интересную свадьбу, когда вроде бы вся концепция была продумана, и я прям так порадовалась, думаю, вот молодцы какие, вот они сами делали свадьбу, ну, прям вот все детальки продумали, свадьба была в гранатной, гранатная какая-то тематика, там, бордовый ковёр у них, в общем, всё, в принципе, было очень даже. Но тут наступил кульминационный момент вечера, фееричный момент вечера, вынос свадебного торта. И выносится свадебный торт ярко-голубого цвета, с какими-то там бусинками, или с чем-то беленьким. И я, вы знаете, я так смотрю, и я пытаюсь понять, найти хоть что-то голубое, и пытаюсь, в принципе, понять, почему этот голубой торт оказался на этой свадьбе. Первое, что мне пришло в голову, я подумала, наверное, перепутали торт, скорее всего, не тот торт сюда принесли. Но потом, когда я уже общалась с невестой, невеста мне с воодушевлениями рассказывала, какой торт, он вот прям такой зимний, свадьба была не зимой, он был такой зимний, он прям как ледышечка. И я не могла понять, как этот зимний торт, эта ледышечка оказалась на гранатной свадьбе, что пошло не так в определенный момент. И я спрашиваю, а почему голубой? Она говорит, ну не знаю, мне так захотелось. Я просто вот увидела, что у нас вроде все гранатное, и мне так захотелось вот что-то другого. И решила заказать ей зимний голубой торт. И, вы знаете, вот не одна я сидела с таким лицом, смотрела, думала, что, видимо, торт перепутали где-то там, на границе, и принесли другой. Так вот, если захотелось другой торт, ну слушайте, ну вы хотя бы какие-то элементы внедрите, того, что у вас есть в концепции, а то как-то, ну это совсем странно, что все бордовое, а торт голубой. Ну, в смысле? Хочется спросить. Торт должен быть в общей стилистике и концепции свадьбы. Если вы продумаете концепцию, если вы продумываете тщательно, какой у вас будет декор, как у вас будут выглядеть гости, как у вас будет выглядеть там, даже команда, которая у вас работает, ну не может быть такого, что торт такой вышел один-одиночка, непонятно вообще откуда такой взялся голубой. И двенадцатый пункт, завершающий фонтаны в торте. Вы скажете, нет, ну почему, ну красиво же смотрится, когда фонтаны в торте. Да, я не спорю, но есть определенные торты, в которых нельзя вставлять фонтаны, потому что не подходят фонтаны под этот тортик. Самый большой нюансик это то, что иногда это делается просто даже мимо организатора. Знаете, это когда менеджер ресторана или официанты хотят сделать сюрприз молодоженам, и привозится красивый самодостаточный торт, классический, да. Я говорю сейчас именно про классические торты, которые вполне самодостаточны, там ничего не нужно добавлять. И официанты, дабы порадовать молодоженов, вставляют в этот торт фонтаны, торт из мастики, да. Выносят и ждут реакции от молодоженов, что молодожены будут сейчас счастливы, что какие красивые фонтаны, что все в темноте вынесли. Но по факту, если разобраться, торт изначально не был рассчитан под эти фонтаны. Начнем с этого. Далее торт всегда фотографируют, всегда абсолютно торт фотографируют. Соответственно, эти фонтаны вытаскиваются, и остаются дырки в этой мастике от фонтанов. И получается, что торт изначально был красивый, но его испортили, когда выносили. И получается, что вынесли торт уже дырявый, и непонятно, с какой вообще, в принципе, стороны его сфотографировать, чтобы не было видно этих дырок. Или что потом делать бедному фотографу, он там будет сидеть и ненавидеть официантов, и всех, кто там был. Потому что ему нужно будет фотошопить, и убирать эти дырки в торте. Да, есть тортики, где это смотрится вполне симпатично. Тортики с открытыми коржами, да. Опять же, при правильной расстановке она смотрится вполне симпатично, и самодостаточно она хорошо смотрится, потому что открытые коржи подходят под лофтовую какую-то тематику, там огонечки, здесь вот эти фонтанчики. Да. Но лучше все-таки, если очень хочется фонтаны, чтобы они были где-то либо рядышком, либо, в принципе, заказывать какие-нибудь холодные огни, которые на фоне вас, это вообще будет совсем другой уровень, так скажем, и совсем иначе будет выглядеть, нежели, ну, это я говорю сейчас про вот с открытыми коржами. А если классический торт, да, вот с мастикой, там, многоярусный торт, то здесь, в принципе, от фонтанов нужно отказаться. Уйти лучше тогда уж какие-то холодные огни, если хочется вот этого эффекта подсветки. Ну что ж, это были мои 12 пунктов, которые я собрала для вас. Если у вас случались какие-то истории, и вам есть чем поделиться, то напишите, пожалуйста, их в комментариях. Если будут действительно интересные, стоящие истории про то, как можно испортить свадебный торт, я обязательно запишу видео по вашей истории и расскажу это девчонкам, чтобы все знали о том, что вот такое может быть. 19-20 мая, дорогие девчонки, состоится мой заключительный мастер-класс в этом сезоне, поэтому буду очень рада вас видеть. Если вы хотите связать свою жизнь с организацией свадьбы, то милости просим. И напоминаю, что встречаемся мы с вами по-прежнему каждый вторник, четверг, иногда еще и по субботам. Так что подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать новых видео. Всего хорошего и пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok